Так, я включил запись, говорите, кто вы, что вы. Здравствуйте, Валерий Контантинович, меня зовут Иван, я из Курганской области. И мне нужен совет от вас. Так, вначале по порядку. Что у вас есть из моего? Из ваших. У меня есть практически все. И персики, и, начиная, и косточками я проращивал. Вы мне прислали косточки, да, я проращивал для подвоя. Потом привой у вас тоже брал. Теперь нужен совет. То, что привил на косточки, на ваши, на привой, выросло. Вот то, что на месте не рассаживая, да, выросли до двух... Алло, алло. Так, ну вот и поговорили. Вот и поговорили. Так, ну я пока не отключаю запись. Ребята, я запись делаю для всех. Потому что Иван не один, таких уже сотни кто у меня выписал. Ну, я в деревне нахожусь. Удастся ли... Сейчас идёт титры. Повторное подключение. Жалко. Вызов завершён. Повторный вызов. Но мы ещё с вами пока... Мы ещё с вами пока не потеряли надежду. Я второй раз звоню Ивану. Вернее, первый раз он, второй раз я. Давайте, Иван, продолжаем. Вдруг получится. Давайте. Итак. И вот остановились на том, что мне нужен совет. Совет нужен такой. Вот то, что выросло до двух с половиной метров у меня на манчжурсах, да, вашего, вот, Филиппо Позди, там, Академик, ну, всякие разные сорта, да. Нужна ли им обрезка нынешняя, формирующая? Знаете, Иван, полчаса назад... Я вот знаю, что вы против, да? Не-не-не, минутка, минутка. Минутка. У меня завтра вебинар. И я все виды обрезки расскажу на вебинаре. Вот. Начиная с молодёжи. Это очень важно. Дело в том, что мы говорим, режем, не режем. Это значит, есть человек, который умеет резать. Ну, вы возьмите самоучителя и соседу вырежьте этот, как он, аппендицит. Можете? Запросто. Он даже, может, и не умрёт. Нет, вот... Вот, смотрите. У меня... У вас, это, у вас есть определённый опыт. Я уже не первый год их. Вот, слушайте, дайте я буду говорить, а то опять перервётся. Смотрите. Деревьев сколько сейчас используется? А год-два, да? Вы сказали, два метра. Нет, почему годовалые? Это они за один сезон прошлый так выросли. Ой, велик. Два, половина метра. Так, теперь смотрите. Их придётся, если вы про абрикосы, вы про них говорите? Да. Обязательно отрежьте примерно от одной трети до половины. Это со слезами на глазах. Если хотите продолжать самостоятельно, у вас уже маточный сад получается. То есть сильнейшая обрезка. Уже не две трети отрежете. Две трети. Отрезные ветки не выбрасывайте, а используйте. На что угодно пройти. Если нет абрикосов подвоев, на тёр, на сливу, на лучугу, на что угодно. Дальше, значит, слушайте, что получится. Но, допустим, вы хотите иметь просто садик. Сам садик я садил, а сам буду поливать. Тогда получается всё равно отрежьте одну треть. Крона получится более компактная. Вы же не зря сказали два метра. А это вследствие того, что мы взяли боковую веточку, внедрили её в центральный проводник. Ой, всё, он меня не слышит. Ах, жалко. Я хитрее сделал. Я отключусь и ещё раз попробую связь наладить. Хотя бы урывками. Это очень важно. Не у каждого вырастает два метра сразу. Сейчас я объясню ему, в чём смысл. Ага, теперь я отключился и включился снова. Итак, Иван, значит, если бы дерево были бы только из косточки и росло себе, оно имеет определённые пропорции штампа, шкелет. А привитое дерево – это веточка, маленькая боковая почечка, веточка. Внедрили насильно в центральный проводник, и он погнал. А то, что выше получилось, это вовсе, это неправильное. С точки зрения генетики, это неправильное. Это боковая веточка всего лишь. И вот, получается, надо её подровнять. То есть укоротить. Да ёлки-палки. Нет, наверное, не состоится наш разговор. А жалко-то как. Иван, последняя попытка. Наверное, ничего не получится. Я в деревне. Значит, смотрите. Итак, боковая веточка стала центральным проводником. Выросло, вырастет мощное дерево. Но она как была боковая, так и осталась. Насильно отправленная расти вверх. Поэтому всё-таки обрезку делаем. Первую, и, надеюсь, последнюю. От одной трети до половины отрезали все ветки. И дальше пусть себе абрикоршесётка хочет. Дальше цель преследуйте. Или это будет маточное дерево. Тогда вам придётся резать, вот как я вчера в фильме показывал, позавчера. И я только сейчас закончил съёмку фильма. Какую съёмку? Я сейчас показывал омолаживающую обрезку. У меня сейчас профессионал калечит мои деревья. По принципу, что останется, то выдаст дерево, огрызок выдаст новые ветки. А иначе не даст уже ничего. И получается, столько места занимает. Ну, в общем, давайте спрашивайте дальше, пока опять не отключилось. Так, ну вот то, что я хотел услышать, я от вас уже услышал, да? Резать. Я как, вот прививал, например, я же у вас много косточек там выписывал. И я смотрел. Если она, вижу, что дикарь, я на неё прививал. Если я вижу, что лист крупный, хороший, и это самое, вот там у меня, да всё. Я их оставлял прямо. Они вот у меня уже двухгодовалые, получается. Они уже, уже такие, думаю, что через пару-тройку лет у меня будет урожай на них. Лист крупный, большой. Ага. А теперь смотрите. Пока не отключилось, самое главное скажу. Вторая половина вопроса. А вот эти резать не надо. Я уже в курсе, вы мне говорили, я как-то вам звонил, да, в прошлом году. А вот эти резать не надо. А люди не различают. Для этих, вы посетите мерязевки, любое дерево, это примерно как у столера кусок это. Ну, хочу, сделаю стол, хочу стул. Вот. А здесь разница принципиальная. Дерево генетически такое, какое должно быть, или дерево, изуродованное нами, собранное из двух половинок, насильно срощенное. Ветки растут вправо, влево, вверх, вниз, куда хотят. И тут же ненависть к веткам, которые вверх растут, ненависть страшная веткам, которые вниз растут, которые в центр кроны растут, перекрывая специально это, путь в воде, чтобы не понимая, что крона это крыша, ее нельзя калечить, ее нельзя дырявить, понимаете. Ну, вот я вроде успел все сказать. Даже небольшой фильм получится. Спасибо, Валерий Курасович. Я извиняюсь, я лежу на постели, знаете, этот мой друг, профессиональный, этот самый, лесоруб, валит мои деревья один за одним. Вот, часть омолаживаю, часть уничтожаю, потому что садить некуда, садить некуда. Последний кусок продавали. Я слушаю ваши фильмы, смотрю ваши вебинары, так что здоровья вам, Валерий Константинович. Ага, спасибо, это я как бы оправдываюсь, потому что я бы мог прямо сейчас вместе с фотоаппаратом выйти на улицу, еще показать поконкретнее. Ну, видите. Ну вот, опять Иван отключился. Сейчас я еще раз нажму, скажу до свидания. Ну, мне почему-то кажется, что этот фильм лишний не будет. Да все, Иван, я хотел сказать до свидания, удачи вам. Вы меня так обрадовали, что у вас двухметровые за год приросты. Значит, у вас по двое настоящие. Да, ну, я вот специально говорю, два с половиной метра, это вот те, которые я привил на месте, а еще вот я привил тоже на месте и взял их, они были часто, и рассадил, рассадил. А которые рассадил, они... Так, все равно хочу его досушить. Ничего, что такая связь, нам главное не это. Опять подключаю Ивана. Так, ну-ка, ну-ка, рассадили. И? А вот которые рассадил, это самое, они выросли у меня до полутора метров. Эти вот, например, два с половиной метра, там и больше, а вот рассажены уже, уже поменьше, полтора метра, метр-полтора. Так, сейчас ругаться будем. Иван, а вы их обрезали, когда пересаживали? Ну, я же их... Так, опять. Все равно домучу его. Еще раз подключаю. Это вопрос принципиальнейший. Алло. Левикенцевич, я их когда привил только, почки тронулись, и я их сразу же начал рассаживать. Я не дал им в приз... А-а-а-а-а-а-а. Здорово. Все, понял. Я тоже так делал, и даже вас учил. Так, ну что будем делать? Давайте... Иван, алло-алло. Алло. Алло, алло, слышу, слышу. Давайте на всякий случай прощаться. Мы людей выведем из себя этим бесконечными отключениями. Самое главное теперь не вы от меня услышали, я от вас услышал. У вас все прекрасно получится. У вас почва специально создана для этого. Просто повезло. Два с половиной метра. Ну, я даже в некоторых сделал по пять-семь сортов внедрил. Ни один, ни от торфя, все до одной прививки взялись. Ну, что я скажу? Так что... Я увольняюсь, все, нахрен я вам нужен. Валерик, спасибо за свидание. Спасибо за совет. Ладно. Я доволен. Есть же смысл для наших разговоров. Есть. Вам спасибо за звонок. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!